В эти выходные драмтеатр приглашает зрителей на три постановки. Беженцы из Украины могут прийти на спектакли бесплатно. О том, что покажут в театре, расскажет Регина Васильчук. А в твоих хозяинах есть тот самый Мюнхгаузен? Тот самый. Да? Да. Того самого Мюнхгаузена в театре покажут в субботу. Это история про чудо и чудачество. Барон человек творческий, иногда и повытворять любит, но чувств человеческих не лишен. В мире бесконечного воображения есть место всему. Страстной любви, острому юмору и сожалению. В таком непохожем на остальных бароне сочинители каждый увидит себя. И вместе с ним посмеется, погрустит и выдумает несколько захватывающих историй. Мы обязательно наполним друг друга своими открытыми душами и сердцами. В любом случае театр это отдушина в прямом смысле слова, потому что от души. Приходите, подумаем, посмеемся, поплачем вместе. Это суббота рабочая, так что Мюнхгаузен начнется чуть позже обычного в 6 вечера. В воскресенье вечерний спектакль, как обычно в 5 вечера, а днем детей ждет сказка. Детки наши на воскресенье в 11.30 увидят замечательную нашу практически премьерную сказку. Вот она так просто с этими всеми перерывами так и осталась премьерной. Это замечательная история Маршака «Кошкин дом». Ну, такое яркое зрелище. И я на сказки больше приглашаю всегда не деток, а приглашаю родителей. Ну и деток возьмите так, чтобы было более удобно приходить на утренний спектакль. Вечером в воскресенье репертуар посерьезнее пьесы «Игрушки мира». Автор Ольга Салова-Чекан, она же главная героиня Ахматова. Поэзия Серебряного века у нее в гостях. Встреча не поэтов, а друзей. Они понимают друг друга с полурифмы. На сцене Приднестровского государственного театра Блок, Пастернак, Мандельштам. По-домашнему простые, насмешливые, задумчивые. Такие, какими вы их еще не знаете. Регина Васильчук и Александр Зелинский, ТСВ